Спасибо, добрый день и присутствующим здесь, и слушателям, которые, я надеюсь, нас слушают. Ну, я бы хотел чуть-чуть, Николай Алексеевич, вот глядя на нашу ситуацию, вот все эти вопросы, которые были озвучены, чуть-чуть видоизменить подход. Начну с того, что вот практически у каждого из спикеров прозвучало «изменился климат». Это связано с различными, с температурой, с влагой, в общем-то, и хочу вот те вопросы, которые были, ну, та информация, которая есть, озвучить и чтобы люди понимали. Вот вся эта информация, о которой я буду говорить, это, в общем-то, работы наших аспирантов, магистрантов, преподавателей, кафедры, это не то, что там, это все мое, нет. Так вот, тот вопрос, который был задан, задан Виктория Григорьевна в отношении, как меняется отрицательная температура за зимний период, ну, можно сказать, что вот за последние 30 лет практически ежегодно снижение отрицательных температур именно за зимний период снижается в среднем на 20-25 градусов мороза. Учитывая то, что у нас за последние 20 лет зимний период практически чередуется с длительными оттепелями, картина резко меняется, резко изменилась. Если до 90-х годов было более-менее стабильно, шло постепенно, то именно в 21-м году идет существенное снижение. А раз меняется климат, он меняется и в осенний период, о чем мы сталкиваемся практически ежегодно. Вот, поэтому вот к этим условиям надо нам перестраивать всю психологию. К большому сожалению, вот Олика Георгиевна сказала, многие специалисты, особенно старой закалки, которая имеет определенный уже производственный опыт, работают, ну, мягко сказать, шаблонно. Внести азотное удобрение, какие это, когда надо, внести по 100 килограмм. А для чего? Вот, исходя из этих условий. Потому что опыт прошлого года, я неоднократно уже здесь на круглом столе об этом говорил, в прошлом году я ездил в Ставрополь в феврале месяце. И на границе Песченокопского района и Ставропольского края один руководитель хозяйства кормил, это было 15, ну, в середине феврале месяца. Были высокие температуры, он кормил азимой пшеницу. Я еще остановился, ему задал вопрос, он говорит, а что тебе надо? Ну, я говорю, просто-напросто, говорю, для чего? И даю ему визитку. Говорю, если что, потом позвоните, это проблема будет. Он позвонил в апреле месяце, извинился, грудника Андреевич, я не знал, кто вы такой. Азимая пшеница вымерзла полностью. Азимая пшеница стояла великолепно. Вот о чем Ольга Георгиевна говорила, раскустила, все это. Ну, для чего? Мы своими руками, вот он своими руками, создал на поле освенцы, концлагерь. Влаги не хватило, растения, азимая пшеница, просто-напросто не в состоянии было справиться с тем, ну, с той массой, которая была. Он ее подкормил, провоцировал, если там было, допустим, на каждом растении, ну, будем говорить, 5-6 побегов. Он еще спровоцировал, а потом морозы. В результате он получил фиаско. Поэтому необходимо, ну, будем говорить так, не шаблонный, а с учетом того состояния, которое у нас есть. По факту. Ведь вот то, что информация, которая располагаю, в области, и Ольга Георгиевна приводила, процентов 80. Это азимая пшеница, это младенческий возраст. Младенцы. Если оперировать более агрономическими терминами, это второй, третий этап органогонеза. То есть, что происходит? Вот в этот период, в этот период, когда растения еще не начали куститься, мы можем управлять этим процессом. А то, о чем я говорил о так называемых подзимних пассивах, я не в том плане, что я отрицаю оптимальные сроки сева. Но вот то, что получилось, и многие здесь уже говорили, поздние пассивы в прошлом году и в этом году, я надеюсь, что будет выглядеть намного лучше. Но этим процессом нужно будет управлять. Дробно давать. Ни в коей мере. Вот написаны рекомендации, допустим, для 90-х годов. По 100, 120, 150. Ну, было время. Сейчас у нас есть инструменты. И вот об этих инструментах, то есть, нужно чем выносить? Вот довольно часто у нас и здесь прозвучало, вот что такое таломерзлая почва. Я лично ее не понимаю. Мы, особенно вот обращаясь к фермерам, большие холдинги, они выживут, а к фермерам. Вот сейчас, не имея техники, той, которая может зайти по таломерзлой почве. Необходима техника на шинах низкого давления, чтобы меньше травмировало, не меньше мы оставляли кайлию. Потому что многие, послушав нас, будут использовать трактора МТЗ с разбрасывателями. Ну, могут наворотить такое, что поэтому необходимы инструменты. Это в отношении, если поверхностно. Если опять говорить о современных техниках, сейчас достаточно много инструментов, типа мультиинжекторов, лаквилайзеры, которые могут в почву вносить удобрения. И здесь лучше использовать жидкие удобрения. Я не отрицаю ни в коем мере, что можно твердое, но эффективность жидких будет выше. Я говорю о своем мнении, кто-то согласен, кто-то нет. По крайней мере, эти инструменты есть, и их нужно использовать. Во-вторых, материалы. Ну, мы сейчас говорим, прослушали и по биопрепаратам, и стандартные. Сейчас удобрений достаточно много. И опять я, вот Кольга Ивановна, она четко сказала, на каком этапе нужно дать ту или иную форму азота, чтобы не навредить. Иначе мы внесем удобрения. Казалось бы, карман у нас пустой, а эффекта не будет. Следующий момент, вот, в отношении Морозов. Я говорю о своих данных. Вот, 18-го, с 18-го по 20-го января, Николай Васильевич, я вам говорил, звонил об этом. Температура почвы на глубине узла кущения опустилась до минус 14-16 градусов. Уникальная ситуация. Промерзания льда не было. Только кристалл льда. Но температура опустилась до 14-16 градусов на глубине узла кущения. Промерзание. Вот, участок, который в обработке по прямому посеву, мы делали, определяли буром. 20-22 сантиметра кристаллики льда. Льда как такового не было, потому что влаги нет. А рядышком в учхозе 31-32 сантиметра. То есть, там, где прямой посев, промерзания было меньше. Ну, тут вопрос о подушке. Вот, Александр Васильевич уже говорил. Большое количество растительных остатков, который должен быть. В общем-то, его нет. Идет процесс и минерализация. Это нормальный процесс. Вот. Теперь вот в отношении запасов влаги. Абсолютно сухой почвы нет, коллеги. Вот говорят, да там сухо. Не бывает. Даже вот в осенний период влага все равно есть. Для наших почв запас, мертвый запас влаги, это в пределах 7-8 миллиметров. Которые растения, в общем-то, не в состоянии, не все растения его усвоить. Теперь следующий момент. Вот. Если мы говорим о глубине посева и нормах высева. Вот. Петр Григорьевич говорит, 4 миллиона, 4,5 миллиона посеял. А на какую урожайность вы рассчитываете? Вот здесь, Женя, а? Какой бай. Вот Женя, в общем-то, сказал в отношении по сортам. И я полностью с ним солидарен. То есть этим процессом нужно управлять. Вот по факту. Мое мнение. Вот по этому году, ну так сложилось. Если вот управлять процессом формирования урожая, область получит достаточно выше средней урожайности. Вот на данный момент, если не будет, ну я к этим прогнозам отношусь достаточно скрупулезно. В феврале месяце будет серьезное похолодание. И вот те, кто делает подкормки, я приостерегаю фермеров, воздержитесь. Не ориентируйтесь на холдинги, потому что еще раз говорю, что у вас зависит ваша судьба от того, какой урожай вы получите. Активного роста зимой пшеницы не будет. Вот эти все февральские окна, которые мы довольно часто стараемся посеять. Ну, никогда. Вот я вспоминаю высказывание Василия Андреевича Лабышева, нашего заведующего кафедра. Он говорил, февральские окна – это генеральная репетиция. Большого урожая никогда не будет. По яровым, вот. Да, мы как бы запустили этот процесс, что-то, техника работает, не работает, но никакого, никогда великого урожая, вот февральские окна, ни по яровому ячменю, ни по гороху не имели. Поэтому, просто-напросто, вот обращаясь, а уже здесь прозвучало, по-моему, Ольга Георгина говорила, что начали или планируют подкормки. Это большая глупость, коллеги. Воздержитесь. Пусть закупили удобрения, вот. Но нужно управлять этим процессом. Дробно. Еще раз повторяю, это младенец, который сразу все это не усвоит. Да, вы же должны иметь инструменты. Если у вас громадная площадь, ну тогда, если там один разбрасыватель, один лаквилайзер, вот. Но этим процессом нужно будет управлять. Что происходит от фазы кущения? Вот от фазы кущения до фазы выхода в трубку, вот здесь нужно умело использовать питание. Я надеюсь, что все-таки пройдут дожди, вот. И если будет хотя бы в пределах 100 миллиметров влаги, доступной влаги в метровом слое, мы получим достойный урожай. Именно вот от кущения до фазы выхода в трубку идет закладка генеративных органов. И здесь необходимо, растение четко реагирует. Сколько элементов питания, какое количество влаги. Если мы вот этим, этот процесс будем управлять, то есть поймаем. Нужно нам, чтобы в среднем растения сформировали, или нам в погонном метре было не менее 400-500 колоссов. И добиться, чтобы именно питанием. Масса зерна с одного колосса, чтобы было больше одного грамма. Зачем кормить на хлебника, который потом растения так или иначе сбросит? Это было в 19-м году, в прошлом году. Вот растение не в состоянии прокормить. Именно, или не хватает элементов питания, или не хватает влаги. Все, природу не обманешь. Каждое растение или живое существо заботится о потомстве. И если на растении сформировалось, заложилось 10 колоссов, это не факт, что к уборке их сохранится 10. И в народе довольно часто говорят, соломистый хлеб. Соломы много, а зерна мало. Поэтому здесь я полностью согласен с Евгением, что под каждый сорт необходима своя технология или свой подход. Они различаются по срокам вегетации, по подходам. Теперь в отношении пересева. Есть сорта, особенно кубанской селекции, они отличаются как по скороспелости, так и достаточно в генетическом плане. У них заложено, как говорят, ген двуручности. Двуручка. Вот те азимы, которые изрежены, можно будет двуручками подсеять. Ну, в каком плане изрежены? Довольно часто на поле, я буквально в пятницу был в Константиновском районе, мы были в одном хозяйстве. Один из лучших предшественников пар. Изреженность очень большая. Вот то ли впадина была, а зима зашла хорошо. Рядышком полоса, причем не ровно, а так нет растений. Вот тут вопрос, что делать? Основная масса поля, допустим, 100 гектаров, ну, процентов 70-80 растений есть, и они будут вегетировать. А вот эти лысины, что с ними делать? И вот здесь я бы отдал предпочтение именно использовать те сорта азимы и пшеницы, которые обладают, ну, как двуручки. Потому что период яровизации у них значительно короче, чем обычно, и ремонтировать эти пассивы. Это можно делать и сейлками, не обязательно сейлками прямого пассива. Весной почва очень рыхлая, можно использовать типа СЗЖКИ. Ну, а ремонтировать таким образом. Наша задача, чтобы, если будем соблюдать все эти параметры, в отношении болезни, вредителей, ни в коей мере нельзя, как говорят, да ничего, пронесет, не пронесет. Работать нужно на опережение, хотя бы профилактически, особенно по болезням. Вот вспомните прошлый год, 20-й год, у нас март и апрель были сухие, и многие воздержались, что работать по болезням нет смысла. А потом, я поговорю за Приазовскую зону, Октябрьский район, у нас май месяц был идеальный. Осадки выпадали чуть ли не через день, каждый день, облажной, нормальной. И те пассивы, которые не были, я провожу эксперименты, не были обработаны фунгицидами, просели конкретно. Один и тот же сорт, но не были обработаны фунгицидами. Ну, для опыта. А там, где мы работали на опережение, все сработано. Поэтому, я большого, если все нормально будет, проблем пока не вижу на данный момент. Единственное, что вот, обратите внимание на посевы, которые пострадали, вернее, на озимую пшеницу, январские морозы. Возьмите на отращивание, потому что это обманчиво. Они зеленые, но они могут погибнуть. Вот сейчас, тем более, солнышко пригрело, вчера было до 12 градусов. Надо просто-напросто взять, там не надо монолиты, выкопать растения, отмыть, положить их на блюдечко, в целлофановые пакеты, посмотреть, живые они или нет. Чтобы быть уверенным. Иначе это дело обманчиво. Теперь в отношении, говорили по подсолнечнику, потому что это подсолнечник, ну, наряду со зимой пшеницей, одна из стратегических культур. Вот по подсолнечнику, ну, с Федором Ивановичем, Царство Небесное, Горбаченко, мы проводили эти исследования. Вот поздние посевы подсолнечника в связи с изменением климата. Что имеется в виду? Многие на юге у нас стараются посеять подсолнечник в апреле месяце. Ну, порой оправдывают, а порой не оправдывают. И вот опыты показали, что посев подсолнечника после 15 мая, те гибриды сорта, я имею в виду донской селекции, обеспечивают больше урожай, нежели ранние посевы. И здесь вот мы с Федором Ивановичем определили, что подсолнечник – это растение короткого дня. И при ранних или суперранних посевах, в общем-то, культура – это холодостойка, способна сохранять жизнеспособность семян. И при нижних температурах, допустим, 6-8 градусов может сохранять. Но семена будут лежать. И когда идет формирование корзинки, то есть это фаза звездочки, период приходится на тот период, когда у нас день, увеличивается. То есть подсолнечник попадает несоответственно со своей биологией. Растение короткого дня, а здесь, и, образно я всегда говорю, компьютер включается, тут что-то не так. Когда мы сеем во второй половине мая, как раз формирование корзинки приходится после 22 июня. Звездочка. Растение, день начинает укорачиваться, и по интенсивности или межфазных период вегетация сокращается. Это не только на мелкоделяночной, это опыт у Василия Ивановича Мокрикова. Он использует, он никогда не сеет ранний, слишком ранний посев подсолнечника. Во-первых, связано это с чем? Вот при раннем сроке посева, если мы не используем посев, не используя Евролайтинг или Экспресс, то есть гербицидную обработку. У нас есть возможность, в первую очередь, очистить поле от сорняков. У нас до посева подсолнечника в среднем более двух месяцев теплого периода. Ну, если последние годы, это и март, и апрель, плюс еще мая чуть-чуть. Те сорняки, которые вылазят, и здесь был вопрос о игилопсе, наряду с игилопсом, кострец имеет большие проблемы, я имею в виду для зерновых. Имеется возможность очистить до посева. Ну и другие, двудольные сорняки, их убрать. И самое главное, что мы имеем, ну, все равно, как бы полупар по сохранению той влаги к посеву подсолнечника. Да, здесь нужно не механически использовать гербициды, которые обеспечат хорошую защиту и от многолетних, и однолетних излаковых, и двудольных сорняков. Вот, поэтому, в отношении, вот, увеличение густоты посева. Опять же, мы с Федором Ивановичем эти исследования проводили. Вот, Олег Федорович защитил, поэтому один из вариантов у него был и поздний посев подсолнечника, и способы посева. Подсолнечник, в общем-то, традиционно считается пропашной культурой, но подсолнечник можно выращивать и обычным рядовым способом. И густоту стояния, ну, можно увеличивать до 75-80 тысяч. Но, опять же, смотреть на то, какой запас влаги. Если у нас запас влаги в почве меньше 100 миллиметров, здесь большой риск. Чем больше растений, тем... Если запас влаги стандартный более 160 и выше миллиметров, это можно делать, потому что влаги вполне достаточно для формирования урожая. Так, ну и теперь в отношении, то, что Ольга Георгиевна вот сказала, в отношении гумуса. Да, мы, в общем-то, определяем это органическое вещество. И особенно при прямом посеве, вот здесь, это данные Ольги Георгиевны, это стандартное обследование нашего предприятия, вот за 5 лет содержание гумуса увеличилось на 0,5%. Это баснословное увеличение, это не гумус, это органическое вещество. Вот когда на наши поля приехал, был неоднократно академик Байбеков, Роман Федорович, он говорит, Николай Андреевич, посмотрел эти данные, говорит, ну, я почвовед, и большие сомнения, что вот за 5 лет это... Ну, я тоже гумусом занимался. Если происходит, вот на опытном поле у нас длительный, Федор Алексеевич Миронченко, мой учитель по аспирантуре, закладывал опыт после пыльных бур 69-68 года, на первом всеобороте, где он применял плоскорезную обработку, отвальную и без обработки вот этой подпокровной фрезеровательной, он часто не работал, был вариант без обработки почвы. И там, где мы не обрабатывали почву, увеличение гумуса, гумуса было за, ну, 15, я сейчас не помню, больше 15 лет, на 0,02 процента. Сотых процента. Так это какой период? Вот, поэтому, вот это данные Роман Федоровича, он сказал, отбирали образцы мы на нашем поле, и рядышком через лесополосу в Учхозе, он сказал, да, увеличение гумуса есть, по стандартной методике, но у них на кафедре почвоведения, он не сказал, в Тимирязевке, энергия гумуса, энергия, новый показатель, вот на прямом посеве практически на 40 процентов выше. И он такой пример проводит, тот говорит, я могу поднять при моем весе 60 килограмм, а такой же молодой человек, который вес и столько же, может поднять 100 килограмм, чтобы объяснить все это дело. Вот, это, что касается, гумуса. И в отношении вот червей, у меня есть, я сам снимал это дело, черви обеспечивают заделку растительных остатков в почву. Как ни парадоксально, но это так. Да, они почвообразователи. Наглядно, когда в норке, я этого не видел, Ольга, не видел, но у меня снято видео, когда черви, нет, Ольга говорит, нет, они затаскивают, я не знаю как, но затаскивают листья в почву, то ли обкручивают, я не знаю, но вытаскиваешь из норки, лист длиной до 10-15 сантиметров в почву. Травоядное. Вот, ну вот, на этом бы я хотел остановиться, но в отношении, вот, все-таки я вернусь к нормам высева. Вот, я не зря, Петр Григорьевич, задал вопрос, на какую урожайность вы рассчитываете? Если мы рассчитываем, там, на 70, 80, 100 центров, ну, можно, имея запас денежный в кармане, можно такие нормы рекомендовать. Современные сорта, я думаю, Женя со мной согласится, способны куститься, если мы этим процессом управляем, в общем-то, я повторюсь, селекционеры сделали огромный шаг в отношении, по сравнению с другими, вот, отраслями агрономии. Способны куститься до 20-30 и больше побега. Но вопрос, зачем? Для каких целей? Уменьшаем. Да, мы можем уменьшить норму высева, но чтобы растение, я высказываю свое мнение, растение, если будет сформировано на одном, с одного зеренчика, 3-4 продуктивных побега, мы засыпем пол Европы зерном. Но, к сожалению, у нас же этого не происходит. Да, хотя есть уже... Да, и семена необходимо готовить. Вот опять я к Василию Андреевичу Алабышеву, он не признавал лабораторную схожесть, как показатель, а признавал... Поливую. Нет, энергию прорастания. Энергию прорастания. Лабораторная схожесть – это теплица. А энергия прорастания характеризует нам, сколько взойдет растений за короткий период. Дружность. Отсюда мы можем управлять этим процессом. При лабораторной схожести на 7 дней растянутые, и, в общем-то, есть проблемы. Я закончил свое повествование. Если есть вопросы, я готов ответить. Вопрос такой, который сегодня, наверное, не затронули. Очень из самых популярных предшественников – отразимая пшеница. Ну, не скромно, если поступить. Ну, да. И в этом году, по крайней мере, у нас при Азовской зоне ни на одном поле не было сходов падалицы. И, естественно, в эти поля мы посеяли от 4 до 5 миллионов. Сейчас насчитываем там уже порядка, вместе с падалицей, потому что, особенно, где биологический метод используют, вообще, ну, в основном протравливают энсектицидными, но уже тяжело, окраска смылась, уже тяжело понять, где падали, где не падали. Ну, насчитываем там 6,5-7 миллионов. Что делать? Жужелица нас спасет. Жужелица нет. Вот в этой ситуации, в этой ситуации, всегда говорю, проще управлять процессом, когда у нас меньше растений, хуже, когда у нас еще очень много избыток. Здесь, ну, мы сталкиваемся с этой проблемой практически ежегодно, потому что прокормить такое, ну, даже не с минеральным питанием. Влаги не хватает. Вот это основной момент. Поэтому я бы, для изреженных посевов, если, допустим, вы видите, что равномерное распределение сходов по единице площади, равномерное, вот, а их мало, ну, может быть, там, через один, через два зерновки погибли, или семена погибли, то если, допустим, вы имеете на метре квадратном, при равномерном распределении, подчеркиваю, растений, то можно использовать, ну, проверенные препараты. Я, допустим, вот, хозяйство, кого сопровождаю, применяю реги, которое обеспечивает фазу кущения до, ну, будем говорить так, фазу третьего листа до начала реги, вот, которое обеспечивает кущение, развитие вторичной корневой системы, если вы не обрабатывали семена. Вот, опять же, те хозяйства, которые, вот, я вам присылал видео, Николай Васильевич, по Ставропольскому краю, вот, фермер применил, говорит, корневая система супер, вот, позднее посево, это называют молочко, это идет гидролиз сложных питательных ищества, наиболее простые, и они доступны, ну, что, проросток полтора сантиметра, но очень мощная вторичная, это первичная корневая система. В какой фазе работал? Это обрабатывает семена, он обрабатывал семена, а реги, начиная от фазы третьего листа до начала кущения, то есть третий лист, третий лист нельзя работать, пятый лист, серьезно, я говорю о том, что делаю я, а что нельзя, все это я проверяю, поэтому говорю, со всей ответственностью можно применять. А дозировка это? Да, да. А дозировка это? Ну, в зависимости от того, ну, где-то 0,5-0,7 литра на гектар. То есть, по сути дела, почву просто полили, да? Нет, растения, растения. А с чего это получается? Ну, да, он как, в август он зарегистрирован как ретардант. Для этого аппарата, что нет, вчера было в лобе. Снижение. Ну, правильно. К ретардант, он действует в дозе 0,8 литра до 300-1,5 литра. А как стимулятор кущения, то есть чуть-чуть поджимает верхний, главный, значит, побег и стимулирует кущение дополнительно. В дозе от 0,4 до 0,6. 0,7 давать вообще как бы жестко для тех кто-то. Я вам говорю, от 0,5-0,6. В ранние фазы он тормозит корневую систему, растение перестает порасти. Викторович, мы пробовали. Я прошу прощения, я говорю о тех результатах, которые, да, вот и все. Если вы сравниваете реги с АЦЦ, тут совсем другие. Доза та же 750 грамм литра. Коллеги, стоп, 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 я отвечу. Есть так называемые павы, поверхностно-активные вещества. Ни один производитель вам не скажет, действующее вещество одно и то же. А павы никто не назовет. Я неоднократно обращался к химикам фирмы «Аугуст». Ну, допустим, препарат «Балерина» и «Прима». Все знают. Ну да. Одно и то же действующее вещество. Разное у них процентное. Стоп, стоп, стоп. А павы у них различные. «Прима» более жесткий, «Балерина» более мягкий. Если нам необходимо, по крайней мере, я это использую. В посевах азимой пшеницы, а я занимаюсь бинарными посевами, мне необходимо убрать вику или донник, или люцерну, или убить, или приостановить. Я применяю «Балерина» вплоть до фазы калашения. В начале калашения применяю «Прима». Какой дозе? 0,3 литра на гектар. Поэтому нужны эти препараты, которые я, допустим, работаю только с препаратами фирмы «Аугуст». Я их практически все знаю. И то, что они производят, вот «Балерину» можно применять на многолетних травах. Я применяю. По люцерне, по эспарцету, по доннику. Николай Андреевич, мы тоже работали «Балериной» в этих, значит, дозировках. «Балерина» в 2003 тоже работали по второй волне подсолнечника. Я скажу, работали даже на отделянках. Стоп, стоп, стоп. И было большое угнетение на некоторых сортах. На «Безос Т-100» мы замечали. Как на подсолнечнике? Вторая волна подсолнечника. На падалице. Почему? Потому что изреженный по сев, сев, 40-50 кг, вторая волна падалица, она всходит. И приходилось снижать дозировку, там, думаю, 250-300 грамм. Так вот, фитотоксичность этого препарата в фазе двух узлов, как бы, небольшая. Когда вот чуть больше, да, третий там уже, да, межауздый появляется, очень и очень сильно страдают растения. Пикторич, я повторюсь, я говорю о том, что делаю я со своими аспирантами у себя на поле и теми хозяйствами. Поэтому считаете, ради бога. Попробуйте препараты, вот есть у агроэкспирта Каен. Не буду. Не буду. Намного мягче. Не буду. По одной причине. Там нет 24D. По одной причине. Потому что я знаю на своих полях о последействии. Какое может быть. Поэтому знаю, если тот или иной препарат, я его изучаю и потом применяю. Так, еще вопросы, коллеги. Да, ну просто продолжить технологически. Вот скажите, вот я продолжаю эту тему, да, по поводу азимой-апазимой. У нас, ну в районе где-то последние три года такой феномен, да, создается. У всех сейлки все вырезали старые СЗ, а прикорневую подкормку все хотят делать. Соответственно, запускают, ну в основном. Сейлки. Которые, ну я не могу понять с точки зрения, ну как агронома, да, что происходит, когда полностью присыпаются растения азимой. И эти поля впоследствии дают, ну, очень хороший результат. Ну может быть то, что вы часть растений там и больше убираете их. Я не, у меня такого не наблюдается. Я азимая. У нас просто отсеют, 50% в районе сеют разбросны методом, да. Ну это вообще глупость. Да, и потом, вот у них такая технология, мы каждый раз ждем, когда они провалятся, а они... Я бы, я не могу сказать, я это не делаю. Это отобрал, Женя, поселили 7 миллионов, потом 2 миллиона сейлками убрали. Не, ну это общеизвестно. Даже сейлки СЗ 3,6, если мы... Нет, ну применяем подкормки. Они, ну, до 10-15% растений вырезают. Но они рыхлят. Но они рыхлят. Удобрения. Удобрения, да. Эффективность. Эффективность. Открывают ворота для болезней. Ну, я не применяю, вот он говорит так, эти удобрения, только работаю по жидким и по листву. Вот и все. Нет вопросов больше.